Всем привет, на связи Ирэн Кольт и школа дизайна Savizart. В этом видео мы нарисуем отпечаток пальца в иллюстраторе. Давайте приступать! У меня открыт иллюстратор и создана монтажная область размером 1080 на 1080 пикселей. Нажимаю буковку М, кликаю в любом месте на сцене и создаю прямоугольник, который будет у нас служить фоном. Цвет я выбрала достаточно темный, это темно-темно-серый, переходящий в синий. Пользуясь вкладочкой Align, выравниваю прямоугольник по центру монтажной области. Дальше переключаюсь в муфик и нажимаю Ctrl-2 для того, чтобы заблокировать прямоугольник на сцене. Теперь он не будет нам мешаться. Далее будем пользоваться интересным инструментом, который называется Polar Grid. То есть это у нас полярная сетка. Он находится в группе инструментов «Линия» и вот он в самом низу. Дважды кликаю на инструмент. В иллюстраторе на большинство инструментов можно кликнуть и открыть более подробные настройки инструмента. В данном случае нам надо настроить два параметра. Вот этот параметр отвечает за количество окружностей в объекте, а вот этот параметр отвечает за разделяющие линии. Так вот, линий нам не нужно. Я вывожу этот параметр в ноль, а здесь выставляю 10. Можно поставить больше или меньше, в зависимости от того, что вы пожелаете получить. Нажимаю ОК. Зажимаю Shift и создаю вот такую вот фигуру. Сразу же меняю цвет на белый и увеличиваю толщину. Я думаю, что можно даже чуть больше. Вот так будет хорошо. Дальше выполню действие, которое нам понадобится чуть дальше, но сделаю его сразу. Нажимаю на строк или обводку и поменяю форму концов и углов на скругленные. Это вот средние иконочки. Выбираю белую стрелку, выделяю нижние точки и нажимаю Delete, для того, чтобы удалить половину нашей фигуры. Сальтом дублирую эту половинку и разворачиваю на 180 градусов, зажимая Shift. Теперь состыкую получившиеся объекты, ну, примерно вот так. Выделю их вместе и сгруппирую Ctrl-G. Теперь выберу инструмент Ellipse, буква L, горячая клавиша. Зажимаю Shift и рисую окружность. Выберу верхнюю точку и, пользуясь Shift и стрелочкой вверх на клавиатуре, уведу верхнюю точку на нужное количество шагов. Я думаю, что вот такая форма нам вполне подойдет. Теперь расположу форму на нашей сложной фигуре. Я думаю, что вот так будет хорошо. Выберу их вместе, нажму правую клавишу мыши и нахожу пунктик Make Clipping Mask или Создать обтравочную маску. Теперь перемещу фигуру на фон и донастрою внутреннюю часть. Когда у нас выделена фигура и нажат Move, или Selection Tool, появляются две вот такие вот иконочки. Одна иконка отвечает у нас за отпечаток, а вторая за наполнение. Вот как раз вторая иконка нам и потребуется. Я доразверну наполнение, чтобы получить более интересную форму. Ну, мне кажется, какой-то вот такой вариант будет смотреться вполне интересно. Можно вот, да, наверное, вот так. Так будет еще интересней. Ну, теперь делаю следующее. Снова выделяю все вместе, нажимаю правой клавишей мыши и отменяю обтравочную маску. Зачем это нужно? Дело в том, что если мы будем пользоваться обтравочной маской, линии будут просто срезаться. А я хочу, чтобы у нас получились вот такие законченные круглые кончики. Выделяю отпечаток, меняю цвет на зеленый, чтобы было видно. И добавлю немного толщины. Примерно вот так. А теперь выбираю Array the Tool и начинаю стирать линии на отпечатке. Прохожу точно по контуру отпечатка и просто разделяю линию, так как вы видите сейчас на экране. Теперь удаляю отпечаток. Выбираю и нажимаю Delete. И теперь мне надо удалить все лишнее, то, что не будет входить в отпечаток. Белой стрелкой выделяю точки и нажимаю Delete. Отлично, мы удалили все лишнее. И теперь посмотрите, как заканчиваются линии. Краешки очень аккуратные и скругленные. Теперь давайте настроим внутреннюю часть объекта. Для этого я снова выберу Array the Tool. В некоторых местах у нас идет не совсем точная состыковка. Поэтому я здесь просто уберу, сделаю разрезы. И получится более интересная форма. Но разрезы я буду делать не только там, а еще в разных местах. Ну, допустим, здесь, здесь. Чтобы это действительно стало похоже на отпечаток. Здесь у нас получается слишком ровная линия. Поэтому я немножечко схитрю. Выделяю две точки и нажимаю Ctrl J. Это позволит нам объединить некоторые точки в слитные фигуры. Вот так получается гораздо лучше. И я еще сделаю несколько разрезов. Например, вот здесь. И, допустим, вот здесь. Можно также объединить еще некоторые точки. Выделяю точки белой стрелкой. Нажимаю Ctrl J. Итак, у нас получился вполне интересный и полноценный отпечаток. Его можно усложнять или наоборот делать проще. Но в любом случае попробуйте. Мне кажется, это очень интересная задачка. А в следующем уроке я покажу, как сделать город-планету. С вами была Ирон Кольт. Школа дизайна Савизард. Ставьте лайки. И увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok